Здравствуйте! Меня попросили кратко и ёмко, буквально в двух словах, сформулировать основные претензии представителей классической науки в последней работе ВАНа. Вот что я попытаюсь сделать. Давайте для этого включим экран и обратимся к работе ВАНа. Собственно говоря, вопросов в основных два. Первый вопрос. В работе утверждается, что в возможной ситуации, при которой длина волны изменится, а частота нет волны, не меняется, и наоборот. Это легко увидеть, если мы проанализируем работу. В первом положении тележка у Иванова не лежит, СОВ равно 0, он совершенно справедливо предлагает эти выражения. А дальше, при возникновении движения, вот написано для константа, то есть постоянной скоростью, он пишет, что длина становится волной иной, а при этом частота, с которой волна приходит, приёмных у ней не меняется. Для позиции классической науки это совершенно абсурдно. И я попытаюсь сейчас это показать, на конкретных примерах. Во-первых, давайте рассмотрим, что же такое звуковая волна. Звуковая волна – это смена колебаний, связанных с увеличением плотности среды и уменьшением плотности среды. Значит, детектор принимает излучение, любое излучение, в том числе звуковую волну, в единицу времени, в секунду. То есть частота – это количество периодов в секунду. Количество импульсов в секунду вызывает частоту. Если не источник, представим себе, что у нас источник слева, а приёмник у вас справа, соответственно, волна движется слева направо, при отсутствии взаимодвижения между источником и приёмником, количество колебаний в секунду будет определяться только скоростью распространения волны в среду. Количество этих самых импульсов в секунду определяется частотой. Вот это выражение, которое приводит Иванов, мы принимаем просто за единицу скорость распространения в среде с сохранением размерности. Она хорошо показывает, что эти величины находятся в обратном пропорции. А что же происходит, если возникает движение? Вот представим себе первый вариант, когда у нас между источником и приёмником расстояние сокращается. Это может быть вызвано двумя причинами. Первая причина, если у нас, если, во-первых, тремя причинами, конечно, если они оба приближаются друг к другу. Вторая причина, если у нас источник стоит на месте, а приёмник приближается. Ну и третья ситуация, когда у нас приёмник на месте, а к нему приближается источник. Значит, каковы, вот, есть ли какие-то различные? Ну, есть и различие, и есть что-то неразличное. Что? Во-первых, мы должны сказать, что при движении, при таком движении относительно друг друга, будет возникать эффект, связанный с увеличением частоты приёма. Волна движется на направлении. Если у нас источник движется в направлении к приёмнику, то количество колебаний в секунду, регистрируемое приёмником, будет больше. Это будет кажущийся ер. Если у нас источник стоит на месте, а к нему приближается, приёмник, то это та же самая ситуация. Такое же количество импульсов будет увеличиваться в секунду, будет возникать кажущееся изменение частоты. Вот смотрите. Вот эффект доплера. Я попытался это ёмко определить следующим образом. Эффект доплера. Изменение частоты волны воспринимаемым наблюдателем приёмник благодаря относительному движению источника волны и наблюдателя. Относительному движению источника волны и наблюдателя. Это очень важно. Если источник волны приближается к наблюдателю, то число волны, приближающихся к наблюдателю, каждую секунду превышает испускаемый источник волны. Если источник волны удаляется от наблюдателя, то число испускаемых источников волны больше, чем прибывающих к наблюдателю за секунду. за секунду. Поскольку мы регистрируем все во время. Как мы видим, если ситуация связана с тем, что расстояние между источником приемника увеличивается, допустим, у нас приемник убегает от источника, то количество колебаний в секунду будет переходить в источник меньше. Вот тут очень важно. В чем же, собственно говоря, различие? Различие вот в чем возникает. Если у нас приемник стоит на месте, а движется, источник стоит на месте, а движется приемник, то что у нас возникает? У нас возникает эффект, связанный с иллюзией, с надвиганием приемника на сигнал с увеличением частоты. Но это увеличение, оно может быть различное, в зависимости от условий приема. Если, скажем, мы разработаем такой детектор, который будет по двум колебаниям определять частоту и длину волны, мы вообще не увидим никакого докторского эффекта. И у различных видов животного мира восприятие будет различное, то есть это тоже зависит от их восприятия. Но, безусловно, если у нас обратная картина, и эффект, у нас неподвижен приемник, а источник надвигается, то в этом случае уже независимо от условий приема будет, изменения будут формироваться уже непосредственно в источнике. Там будет учащение этих колебаний формироваться. И поэтому приемник уже, конечно, не различные виды животного мира, не самый совершенный детектор покажет то же самое, что у нас образовалось в источнике. Это надо хорошо себе представлять. Так, значит, мы, что мы делаем, каком мы делаем важный период? Важнейший мы делаем тот, что главным параметром изменения при движении волны является частота приемника. Она всегда будет меняться. В зависимости от направления, взаимного направления движения источника приемника в направлении движения волны, она всегда будет, прежде всего, будет меняться частота, с которой приходит волна, приходит в приемник. А что же длина волны? Может ли она меняться при этом, или не может меняться? Вот это мы сейчас дальше и рассмотрим. Для этого давайте посмотрим, обратимся к этому материалу. К сожалению, мне не удалось в русскоязычной части интернета найти такую красивую картинку, только в английскоязычную. Ну, собственно говоря, это и не столь важно, потому что если все видно, если увеличим, сейчас и посмотрим. Вот, что из себя представляет эта картинка. Во-первых, вот это самое выражение, которое переводит в своей работе в волну. И посмотрим, каким образом будет меняться частота и длина волны при красном смещении, то есть когда источник и приемник удаляются друг от друга, и при синем смещении, когда между ними расстание уменьшается. Во-первых, что бросается в глаза, и что невозможно увидеть, что они меняются от одних тех же параметров. От скорости, возникающие по углу зрения между источником и приемниками, от изменения расстояния между ними. И длина волны, и частота меняются именно в этой параметре. Каким образом они меняются? Ну, давайте посмотрим. Во-первых, мы видим, что у нас при красном смещении, у нас скорость, с которой движется относительно источника приемника, либо наоборот, она прибавляется с скоростью распространения волны. Соответственно, в знаменателе у нас будет, у нас будет знаменателе, в этой дроби будет увеличиваться. Соответственно, вся дробь у нас будет при этом уменьшаться. И в произведении тоже. Поэтому частота будет уменьшаться. О чем мы говорили выше? С длиной волны, учитывая, что они находятся в обратном параметре связи, обратная картина. То же самое движение у нас будет вызывать обратный эффект. Так как у нас уже эта сумма находится в числителе, поэтому увеличение этой суммы в этой дроби будет приведет к тому, чтобы результат дроби будет увеличиваться. И произведение будет увеличиваться. Соответственно, длина волны будет увеличиваться. Но это совершенно вещи очевидные для ученика среднего класса, 2-го класса средней школы. При красном, при синем смещении, обратной картине, у нас уже разность имеет место между скоростью среди и скоростью в системе. Между источником, приемником, либо наоборот. Соответственно, у нас эта дробь будет всегда увеличиваться. И произведение будет увеличиваться, значит, длина волны, то есть частота у нас тоже будет увеличиваться. При этом длина волны, учитывая, что эта разность находится в числителе, у нас будет дробь уменьшаться, произведение будет тоже уменьшаться, соответственно, длина волны будет уменьшаться. Мы видим, что невозможно, так как они зависят от одних и тех же параметров, невозможно, чтобы одна величина изменялась, а другая нет. Это глупость. Это можно прочесть в любом учебнике. Это никакие не выдумки критиков, это совершенно реальные вещи. Таким образом мы видим, что таких ситуаций возникнуть не может. Как не существует вон, который имеет разные частоты и разной длины. Одну частоту разной длины вон и наоборот. Это глупость. Это главная ошибка, которая пронизывает всю работу, она просто видна невооруженным глазом. Теперь рассмотрим ситуацию, когда кателяшка движется. Вторая главная ошибка работы заключается в том, что Иванов рассматривает здесь якобы возникающие доблевые слухи. В чем ошибка этого рассматривания вопроса? В том, что аэритмодинамика рассматривает только вопросы, связанные с приемником, и не рассматривает вопросы, связанные с источником. Это легко показать. Вот смотрим. В работе Иванов нам демонстрирует вот это выражение, связанное, когда тележка стоит на месте. А затем это же выражение при якобы возникающем эффекте Доплера, он подставляет вот это выражение. Вот, пожалуйста. Возникает, у него опять-таки меняется частота, длина волны, но опять не меняется. И он подставляет в это выражение ту самую длину волны, которая возникает при отсутствии движения. Мы видим, что возникает та же самая ошибка, связанная с тем, что работа не понимается, что невозможно при изменении одного, невозможно отсутствие изменения другого. Но более того, мы видим, что Иванов подставляет выражение якобы незамененной в виде. Мы сейчас посмотрим, а что, не возникает Доплеровского эффекта в самом источнике? Вот представим себе, что тележка движется относительно телеграфного столба. И на этом телеграфном столбе располагается у нас приемник. Давайте посмотрим, а будет ли при этом возникать Доплеровский эффект? Да, конечно, будет, потому что расстояние между источником и приемником будет меняться. Причем меняться оно будет. Следующим образом. Расстояние будет сокращаться между источником и телеграфным столбом. Поэтому у нас частота будет увеличиваться, а длина волны будет уменьшаться. Что это значит? А это значит, что тот сигнал, который приходит в приемник, он уже измененный. Поэтому дальше рассматривать вот это выражение, его невозможно. Вот это, извиняюсь. Вот это выражение, его невозможно, он уже измененный. Таким образом мы видим, что при движении у нас возникает увеличение частоты с уменьшением длины волны. И вот этот измененный сигнал приходит сюда уже в источник, в приемник. А что в приемнике? А в приемнике обратной картины. Там у нас приемник удаляется от источника. Соответственно, мы должны обратиться вот к красному смещению. Мы видим, что возникают обратные вещи. У нас частота будет уменьшаться, а длина волны увеличивается. И, соответственно, они будут обнулять друг друга. Именно этим и вызвана причина того, что доплеровского эффекта здесь не будет. Независимо, есть ускорение или нет ускорения. Почему? Да потому что если у нас есть ускорение, то есть некая функция, по которой эта самая частота будет увеличиваться. Но с точно такой же, с точно такой же величиной у нас будет здесь уменьшаться эта частота. И одна будет покрывать другую. Поэтому относительно столба, которую мы проезжаем мимо, будет доплеровский эффект в одну сторону. Если мы столб проехали, будет в другую сторону. Относительно не меняющегося расстояния на тележке у нас меняться ничего не будет, и доплеровского эффекта не будет. Поэтому рассматривать все эти вещи невозможно. Вот основные вещи, которые я хотел бы здесь осветить. Это две основные ошибки, заложенные в этой работе. Спасибо за внимание.